Здравствуйте, друзья! Доброе утро! Вторник, 21 августа. Движусь на работу, и вы можете сказать, а что это блогер-то наш как-то расфуфыренный какой-то, вот в рубашке, мог бы в маечке, как всегда, там, мускулатуру показать. Нет, друзья, так не получается. У нас сегодня группа начинается новая, full-time. Full-time это когда в основном люди съезжаются из разных мест и довольно интенсивно занимаются, 4 раза в неделю по 5 часов, плюс самоподготовка у них еще, то есть так как следует. И местные мы, в принципе, разрешаем, и местным тоже туда, но местные не идут на такой интенсивный курс. Это в основном, там, за редким исключением люди, приезжие. Это наши самые успешные группы с точки зрения того, что с ними дальше происходит. За пару месяцев они все работают, ну, потому что драйв такой, потому что они и должны были приехать откуда-то, и им это дороже стоит, они должны прилететь, они должны тут жить, и, в общем, выходит в копеечку. Поэтому это очень мотивированные, то есть те, кто уже так пришел, уже там они добивают, за редчайшим исключением. Очень быстро все это происходит, очень хорошо, это наши любимые группы, потому что там, как бы, энергия такая правильная, вот то, что мы, то, что мы хотим. Когда вальяжненько так люди учатся, это не, ну, ну, тут тоже ничего, конечно, но хочется же, чтобы, как, знаете, с шашкой наголой понеслись. Так вот, это у нас сегодня с утра. Вчера вечером мы онлайновый класс, ну, я вел онлайновый класс, мы это как школа, мы начали онлайновый класс, там было первые три урока, которые пробные. То есть человек должен примериться, насколько ему это интересно, раз, насколько он в состоянии это все понимать, насколько у него есть время делать домашние задания. Вообще, берется он, не берется, вот, потому что там дальше уже получается такая история, если он уже пришел в этот класс, то он не может там посередине сказать, знаете, что давайте я дропну, как бы, да, этот класс, и там вот половину вы мне верните. Там нельзя вернуть ничего, то есть поскольку они получают доступ к, ну, достаточно закрытой информации, то, которые, в общем-то, скачать можно и так далее. То есть есть такое понятие Electronic Goods, да, вот электронные такие товары, сервисы, то там, как бы, по условиям игры, они, если ты уже пришел, ты не можешь сказать, я хочу обратно деньги. Ты можешь сказать, я могу повторить, пожалуйста, повторяй сколько хочешь, но три урока из сорока, первые три урока из сорока даются для того, чтобы определиться, остаешься ты или нет. Короче, вот вчера мы собрались на первый урок, который после этого барьера, то есть это был четвертый урок, они уже определились. Ну, может быть, еще там в течение недели еще там человек пять подойдет, но вот так обычно, так вот, как бы такой обычного формата наш класс. И для меня это, знаете, как вот вчера был, ну, я не могу, не хочется назвать это первое сентября, потому что это было 20 августа, но вчера многие дети пошли в школу. Здесь вообще, в зависимости от школы, в которую вы ходите, в разные дни может быть первый день занятий, которые после летних каникул, нет такого, чтобы было первое сентября. Вот, например, моя внучка Саша вчера пошла первый день в школу, было 20 сентября. И вот для меня, как бы, тоже это совпало, потому что у нас лето, такой сезон, знаете, кто в отпусках, там, кто-то поехал, там, где с детишками надо. Вот, или там бабушку в Бангалоре навестить. И как-то лето у нас такой, ни шатка, ни валка идет, и вот как у зверей там бывает зимняя спячка, ну, в определенном климате, конечно, не всюду. Вот у них бывает зимняя спячка, а у нас в школе летняя спячка бывает. И вот мы, как бы, выходим из летней спячки, то есть у меня, вот, как бы, первое сентября такое. И, соответственно, настроение праздничное, вот, и начинаем новый сезон. Как говорил у нас тут, когда я в школе еще учился, там был педагог один, но он шутник был, шутник. Вот, и он 1 сентября проводил первый урок, и, приходя в учительскую, после первого урока, 1 сентября, он говорил, ну, что же, друзья, говорил он другим педагогам, учебный год пошел к концу. Вот, ну, у нас такого учебного года нет, у нас за год где-то 16-17 групп мы начинаем, таких в основном в нашем курсе. У нас бывают такие, как бы, маленькие штучки отдельно, там, по автоматизации или там еще что-то, но основных таких групп у нас 16-17 в год. То есть, можно сказать, ну, почти полторы в месяц, да. Так, как-то странно получается. В общем, летом их чуть-чуть меньше, зимой их чуть-чуть больше. И вот мы в круглогодичной такой операции, поэтому и каникулы такие странные у нас вот под Новый год, между Крисмосом и Новым годом, вокруг 4 июля, как сказать, на 4 июля. Ну, вот 4 июля, день независимости, как раз вот тоже лето. Ну, и поскольку летом вот этот вот слоу-даун, замедление такое, то нам как раз хорошо, вот мы там дней 10 погуляем в этот момент. Ну, и зимой тоже. А кто учится вот между Крисмосом и Новым годом, кто вообще учится? Так что мы естественным образом вот в этот момент у нас каникулы, и преподаватели наши, как бы, не очень довольны, потому что получается, что у них отпуска в такие времена. Во-первых, все время фиксировано, а во-вторых, может быть, не самое лучшее время куда-то поехать, вот, поэтому у них еще есть неделя. Не только эти две, но у них еще третья есть, когда они могут там уже более выборочно определиться с датами и так далее. Вот, знаете, что получается? Вот я еду с утра, обычно я позже еду, но тут я к 10 должен быть в офисе, а сейчас вообще 9. Видите, я что-то тут зарядил. Ну, не, проснулся рано, настроение праздничное, вот букета только нет. Так вот, я пошел, там Миша первоклассник. И пробка, можно сказать, на дороге. То есть не то, что вот я когда еду, я обычно еду в 10.30. Давайте я вам покажу. Я обычно еду в 10.30 и свободнее гораздо на дороге. Вот она, Кремниевая долина. Пасмурно, пасмурно. Редкость такая, знаете, чтобы пасмурно... Опять, может быть, это всегда у нас с утра так, я даже не знаю, я в такое время обычно не еду, но я сомневаюсь, конечно. Но солнышко прогреет вот это все, я думаю, что там немножко времени пройдет и будет снова солнечно. А так, друзья, осень, осень наступает. Может быть, оно так и должно быть, я не знаю. А может быть, это какие-то климатические, или, может, там окружающая среда меняется. Вот сейчас хотят отменить те ограничения на выбросы углекислого газа угольной промышленностью. И Обаму, при президентстве Обаму ввели такие жесткие там меры. Но не то, чтобы вот угольную промышленность угробили тем, что ввели экологическую защиту. Ну, просто как бы комбайны вот эти все, потом более дешевые альтернативы на рынке. Так что, конечно, загрязнить окружающую среду можно, а спасти угольную промышленность практически нельзя. Ну, я о чем говорю, может быть, это вот экологическое что-то, да, не дай бог, конечно. Если об экологическом, то действительно пожары очень сильные сейчас идут на севере Калифорнии. И странная такая ситуация была, люди ехали на машине, и у них покрышка лопнула. И они вот диском по асфальту, по бетону, что там было, и вот искры, и вот эти, пошли, и вот эти искры подожгли сухую траву вокруг. Там муж с женой ехали, и сейчас такое движение, значит, в тех краях, ну, то есть, люди, у которых там сгорело все, они в соцсетях такое движение начали, чтобы поддержать морально тех людей, у которых лопнула покрышка, и которые винят себя в том, что вот это все из-за них произошло, и вот они им пишут, ребята, не переживайте, это могло случиться с каждым из нас, и так далее, и так далее. Но, во всяком случае, мы этого дыма здесь не чувствуем. Может быть, ветер с океана идет в ту сторону. Я не знаю причин, я сильно не вникал. Вот, то есть, может быть, этот дым тянет туда, на восток Соединенных Штатов. Я видел какие-то вот сообщения, что чуть ли не в Нью-Йорке там этот дым чувствуется. Вот. Но вот не здесь. То есть, то, что мы видим, это просто облачка. И ничего больше. Пепел. Обычно, когда что-то горит, а это бывает, это проявляется в том, что пепел такой, с утра встаешь, вот ты на машине так немножко присыпано. Но сейчас такого нет. Так что я не вижу. Был год назад, так там вообще дети в школу не ходили несколько дней. Когда тут горело поближе, и ветер был в эту сторону. Сан-Франциско весь в дыму был. Вот. Нет, сейчас ничего. Так мы начали хорошо, да, так. Первое сентября, и вдруг вынурнули в дыму. Ну, все хорошо. Во всяком случае, здесь хорошо. А там, а там горит. Вот. Что вам еще рассказать? Последние несколько дней я был очень занят вот с тем, что группы собирались. И, знаете, внутри какая-то сидит такая мысль, вирус такой мысленный, который говорит, а вдруг уже не соберется, а вдруг вот сейчас слоу-даун, и все. Знаете, ну, когда телефон там звонит, звонил часто, теперь звонит редко, когда там мало народу подходит, когда ты говоришь, а сколько там в группе записалось, там. То есть не было понятно, что соберется эта группа. Она собралась, вот так, которую сейчас буду вести. Там человек на 10 больше, чем мы, собственно, ожидали. И чем обычно бывает в такой группе. Но вдруг там собралось лишних 10 человек, так мы их в более большую классную комнату перевели. Обычно они в... у нас две, и они в небольшой занимаются. Сейчас мы их перевели в большую, потому что мама родная. Вот, так что хорошо, хорошо. И еще мы... Мы движемся в сторону отдельных таких классов по автоматическому тестированию, автоматизированному тестированию, потому что, ну, как бы веление времени такое. И мы сейчас начнем... Предварительная... предварительная дата 15 сентября. Мы собираемся начать такой, ну, как бы, буткамп такой. То есть это будет по 8 часов в день. Но только по субботам. То есть идея в том, чтобы люди, которые работают, дать им возможность вот так позаниматься. Ну, может быть, не только тем, кто работает, а тем, кто еще учится тоже. Но, ну, как бы, главный фокус такой был на тех, кто работает. У нас есть вечерний класс, который я вот сейчас продолжаю записывать. Сегодня у меня последняя съемка. Вот сейчас я еду в 10, а домой пойду в 11, когда закончится съемка. С 7 до 11 я снимаю последний урок. И там такой мощный, мощный класс, там 80 часов. Но он 2 раза в неделю по 4 часа, то есть 8 часов в неделю, 10 недель. И все это вечерами. А тут альтернатива. Альтернатива будет состоять в том, что это 40 часов, не 80. То есть не такой экстенсивный класс. И там будет всего 5 занятий. 5 занятий по 8 часов. И вот такой настоящий буткамп. То есть они, все это очень прикладное, как у нас говорят, hands-on. Да, то есть не в теории, а практические занятия. И они сделают проект. И там будет и Java. Все примочки будут. И Java, и WebDriver. И с Git, GitHub они поработают. И с Jenkins. В общем, все, что положено. Я не хочу сильно перегружать всякими словами тех, кто не в этой теме. Оно им не надо. Но, в общем, такой класс. То есть действительно у нас начинается новый учебный год. А то, что вечером, соответственно, мы дальше тоже пойдем. Сейчас перерыв небольшой будет. И снова пойдем. Там действительно очень сильный класс. Очень хороший. Если бы я еще у компьютера сидел, так я бы сейчас тоже чему-то сильно поднаучился. А так я, поскольку у камеры, и отвлекаюсь много, потому что есть масса всяких дел. Поэтому я где-то слушаю, где-то не очень слушаю. Но действительно такой класс. Все разжевано. Все очень аккуратненько так. И я это вижу, знаете, как? Стоя на камере сзади, я вижу мониторы тех компьютеров, за которыми ребята в классе сидят. И я вижу, что они все успевают. То есть вот класс так идет. Там еще им помогают тоже, если нужно, когда задание выполняется. Но, во всяком случае, я вижу, что они все успевают. Обычно, знаете, как бывает? Вот там из 20 человек там трое поспевают за преподом, а остальные, значит, им помощь нужна. Или там надо подождать где-то, пока всех там не поднимут. А здесь практически все сходу. И, в общем, такой вот класс интересный. Я надеюсь, что он будет успешным. Собственно, там уже из тех людей, которые пришли со стороны, потому что там много наших преподавателей, сотрудников. Не только преподавателей, но и сотрудников. Так вот, из тех, кто со стороны пришел, они уже, там больше половины уже работают по автоматизации. То есть они и так работали. Но они были вручном тестированы. А так они потихонечку переползли в автоматическое. То есть как бы задача, задача успешно решается. Ну вот такая история. Мне тоже интересно, потому что для написания резюме, знаете, так, как бы терминология, какие-то общие идеи, концепции, тоже неплохо. Опять же, когда мы с людьми разговариваем, и там приходит человек, говорит, я вот это знаю, там, и говорит, ну давай вот там раз, пару вопросов. И выясняется, что из десяти человек, которые знают, выясняется, что они не знают вообще ничего, даже не слышали, о чем речь. Это часто бывает, приходят девочки, вот из Индии обычно, они говорят, у меня компьютер science degree. Еще есть такая фраза, обычно начинается со слова actually. Actually, I have computer science degree. И у нас вот очень много шуток насчет actually. И дальше там раз вопрос, два вопроса, а выясняется, что они ничего не помнят. А так вроде degree есть, а так, чтобы вот польза была какая-то, ничего нет. Так что я вот вооружаюсь по этой части тоже понемножку. Ну что, друзья, друзья, с первым сентября американским, то есть 20-21 августа. Ну, можно сказать, что вчера было первое, сегодня второе. Да, вчера мы в онлайне были, а сегодня уже живьем. И понеслось, понеслось. И сегодня же заканчивается вот тот класс, который мы по автоматизации. Он долго шел, потому что преподаватель должен был по работе уехать в командировку длительно. Он большой начальник, на самом деле, в компании Oracle. Ну так вот бывает надо съездить. И вот эти полтора месяца, значит, он вел в онлайне, с группой занимался. Они там какие-то задачи практически решали. То есть не то, что они его ждали полтора месяца, они просто находились в таком режиме непонятном. Но в итоге вот группа заканчивается. Для меня это большое облегчение. Все-таки я записываю видео, я их потом монтирую, я их потом вывешиваю для тех, кто в классе. Первое видео, кстати, оно просто так висит. То есть я обычно, когда класс начинается, или особенно новое что-то, я первый класс всегда вывешиваю для того, чтобы люди, которые спрашивают, а что за класс? Чтобы у них была возможность пойти и посмотреть, потому что... Ну а что рассказывать с чужих слов? Пошел, посмотрел, понравилось. Приходи, не понравилось, не приходи. Никто никому голову не морочит. Так оно как бы проще. Вот так что это видео у нас висит на канале школьном. У нас есть школьный YouTube-канал, он англоязычный. youtube.com slash apartnovschool, одним словом. И вот там у нас много всяких учебных видео, в частности, вот это. Ну что еще сказать? Наверное, вот... Наверное, все. Вы знаете, что я хочу сказать? Как-то... Трафик мне не нравится. Вот... Плохо ехать с утра. Хорошо, что мы едем позже. Сейчас 9.13. И нельзя сказать, что как-то уже очень медленно все. Но как-то толкучно. Причем, посмотрите, в ту сторону толкучно, а навстречу нам вообще ничего, никакого движения не происходит. Едем, 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 едем. Я не знаю, заметили вы или нет. Вот справа, посмотрите, забор такой стоит с сеточкой и остановка. Вот за этим забором ресторан мексиканский был. А уже обнесли заборчиком, и вот сейчас стройка будет. Вообще вся эта улица, Элкамина Рил, главная улица Кремниевой долины, застраивается со страшной силы. Видите, справа что творится? Это мы уже почти приехали к школе. Ну, вот, прям совсем рядом. Строятся такие комплексы, они дорогие. Там, скажем, квартирка двуспальная, там 4,5 тысячи, например, стоит. А то и 5. Такие строят апартмент-комплексы нынче. Дорожает очень, очень все дорожает. Не знаю, насколько это долго продлится, такое состояние. Хотя, надо сказать, что когда обрушивается, а периодически обрушивается, обрушивается процентов, там, ну, может быть, ну, в таких местах, как тут, ну, может быть, на 25, на 30 процентов обрушивается. Чем дороже, тем больше процентов, на которые обрушиваются. 25-30% обрушивается, а потом смотришь, проходит там несколько лет, она уже в два раза дороже все равно ну там 10 лет допустим то она уже в два раза дороже чем было поэтому таких катастрофических обрушений здесь нет вот знаете паркинг свободный какой кайф правда все друзья мы приехали давайте я так повернул камеру на светлый образ вашего блогера и мы с вами прощаемся так такие вот у нас сегодня вышли 1 сентябрьские болталки говорилки счастливо и